Всем привет! Добро пожаловать на обзор Nissan Note 2013 года выпуска. Цена данного автомобиля составляет 704 тысячи рублей. Цена стартует с 517 тысяч рублей. Это максимальная комплектация. Выражаю благодарность дилерскому центру Nissan ACOS-Челны за предоставление автомобиля на съемку. Всящен детальному осмотру экстерьера и интерьера автомобиля. Также мы откроем прохот, багажник, заведен двигатель, послушаем его звучание. Вот такие ключи. Давайте начнем. Также этот автомобиль оборудован системой доступа без ключа. Сейчас он открыт. Чтобы его закрыть, нажимаете на эту черную небольшую кнопку один раз, и автомобиль будет закрыт. И чтобы соответственно его открыть, еще раз нажимаете. Все очень просто. Комбинированный салон. Кожаные вставки. Этот автомобиль собирался в Великобритании. И чтобы завести автомобиль, нажимаете на тормоз и поворачиваете вот этот рычаг. Трехсписовое рулевое колесо с электроусилителем руля. Упоры для больших пальцев. Вставки под светлый алюминий. На самом деле они пластиковые. Но очень гармонично смотрятся. Рулевая колонка регулируется только по высоте. Небольшие углы хода имеет. Здесь установлен датчик света. Давайте включим фары. Противотуманные фары. Передние и задние. А также дальность от фар. Как обычно, аварийная сигнализация. Со стороны водителя автоматическое стекло. Двигатель здесь 1.6. Давайте откроем капот. Дэто-звуковая сигнализация обозначает то, что ключи не находятся в салоне автомобиля. Огромный задний блок фар. 15-дюймовые диски. Размерный шин 185х65. Показатели поворота. Огромные передние фары. Галогеновые. Омыватели фар. Декоративная хромированная накладка на решетке радиатора. Что касается технической составляющей, то здесь установлен рядный 4-цилиндровый 16-клапанный двигатель объемом 1.6, мощностью 110 лошадиных сил. Максимальная скорость автомобиля составляет 175 км в час. Динамика разгона от 0 до 100 за 11.7. Расход топлива в городском цикле 9 литров на 100 км, в загородном цикле 5.4. Объем топливного бака составляет 46 литров. Привод передний. Передняя подвеска независимая пружинная. Задняя подвеска полунезависимая пружинная. Передние тормоза дисковые вентилируемые. Задние барабанные. Снаряженная масса автомобиля составляет 1131 кг. Полная масса автомобиля 1580 кг. Объем багажного отделения может варьироваться от 280 литров до 1330 литров. Задние датчики парковки. И сейчас, детально рассмотрев экстерьер автомобиля, давайте перейдем к интерьеру. В панелях дверей пеканевые вставки. Электростеклоподъемники. Как я уже упоминал, со стороны водителя полностью автоматическое стекло. Блокировка стекол. Миша для вещей. Водительское сидение имеет механические регулировки. Стандартно продольные. По высоте. Спинка сидения. Небольшая выраженная боковая поддержка. Электрорегулируемые зеркала с подогревом. Они электроскладываемые. Регулирование угла наклона фар. Омыватели в фар. И отключение системы динамической стабилизации. Открывание рючка бензобака. Сейчас давайте послушаем, как звучит двигатель. Достойное звучание для двигателя 1.6. На рулевом колесе расположились органы управления аудиосистемой. Регулировка звука. Бортовой компьютер. Hands3 телефон. Переключение между станциями, либо между треками. И различные режимы. Бортовой компьютер. Поездка А, Б. Цифровые часы. Температура за бортом. Сколько осталось до заправки. Средний расход. Средняя скорость. Сколько вы пробовали в пути. Вся техническая информация, которая необходима для водителя. Большая полка для вещей. Ford Aux. USB. Навигационная и мультимедийная система Nissan Connect. 5-дюймовый цветной сенсорный дисплей. Дневной и ночной режим. Управление телефоном. Вход для внешних устройств. Aux. CD. Переключение между треками и между станциями. Регулировка звука. Навигация. Навигация. Карты. Установки. Кнопка назад. И этот рычаг отвечает за приближение карты. Либо переключение между различными частотами радио. Шесть станций для SD-карт. Слот поддерживает MP3. Сейчас для навигации необходима SD-карта. Основные настройки. Сейчас давайте перейдем на русский язык. Система очень отзывчива. Аудио настройки. Тембр. Баланс. Микшер. Настройки аудио. Уровень Aux. Также отображаются цифровые часы. Навигация. Основные установки. Настройка карты. Голосовые подсказки. Громкость. Текущие координаты. Индикация времени. Единицы. Расстояние. Личная маршрутная скорость. Демо-режим. Настройки ваших любимых мест. Исходное положение для демо. Система. Основные настройки. Дисплей. Режим экрана. Часы. Язык, как я уже показывал. Звуковой сигнал. Стандартные настройки. Информация о пробках. Блютус. Для штатной аудиосистемы звучит довольно неплохо. Вставки черный рояльный лак. Кремат-контроль. Различные зоны. Задний и передний обогрев стекол. Автоматический режим. Соответственная температура. Кондиционер. Регулировка потока воздуха. Рециркуляция. Автоматическая рециркуляция. Розетка. Два подстаканника. Четырехступенчатый автомат. С овердрайвом и кикдауном. Центральный замок. Подогревсидение с двумя ступенями. Как для водителя, так и для пассажира. Кожаный центральный подлокотник для водителя. Салонное зеркало заднего вида, без автозатемнения. Козырьки. Солнцезащитное. Макияжные зеркала, к сожалению, без подсветки. Здесь установлены четыре подушки безопасности. Микрофон для hands-free. Подсветка. Как переднему пассажиру, так и водителю. Даже по-рослому. Будет довольно просторно. Качество отделочных материалов, качество сборки на хорошем уровне. В основном применяется твердый пластик практически везде. В автомобиле отличная обзорность. Каких-то слепых зон я не заметил. И к эргономике тоже существенных претензий у меня не возникает. По тактильным ощущениям все кнопочки и рычажки с приятным усилием переключаются. Чтобы заглушить двигатель. Сейчас давайте переместимся на задний ряд сидений. Открывание лючка бензобака. На широкий угол открываются двери. Так что удобно будет ложить вещи. Задний ряд сидений складывается. Вровень с полом. Регулируемые подголовники. С обеих сторон кармашки. И учитывая тот факт, что я сел сам за собой. Видите. Огромное количество места над ногами. И над головой еще очень много места. Петли. Поручни. Розетка на 12 вольт. Подстаканник. Небольшой подлокотник. Подсветка. И что самое интересное. Второй ряд сидений регулируется. Имеет продольные регулировки. Небольшой центральный тоннель. Я думаю, втроем будет очень-очень другое. Астана в этом автомобиле. Розетка на 12 вольт. Крючки с обеих сторон. Для сетки подсветка. Эту полку при желании нужно убрать. Своего рода можно сделать органайзер. Докатка. Домкраты инструменты. Сейчас я вам продемонстрирую, как можно регулировать второй ряд сидений. Домкраты инструменты. Домкраты инструменты. Также вы можете отключить подушку безопасности переднего пассажира На тот случай, если вы хотите посадить ребенка в детском удерживающем средстве на переднее сидение Какие же механические регулировки имеет и пассажирское сидение, за исключением регулировки по высоте Небольшой бокс ливящей Бардачок огромный, он охлаждаемый На тот случай, если вы хотите положить напитки в жаркий день, и они будут охлажденными Компактный городской автомобиль, очень просторный С добротными отделочными материалами На этом обзор Nissan Note 2013 года выпуска завершен Я надеюсь, вам понравилось Подписывайтесь на мой канал, всем удачи, берегите себя, всем хорошего настроения И увидимся в следующий раз